как все сначала поны и говорила в начале эфира о том что у нас сегодня будет замечательный гость очень творческий ну и достаточно популярный не только в кыргызстане но и в странах снг и даже в европе и в америке и везде и везде и везде это у нас будет тимати у нас будет круче чем тимати гость эту гостью зовут айма илчиева доброе утро доброе утро как ваше настроение спасибо хорошая у вас как у нас тоже не принужден а ты как раскрашиваешь свои будни ну с переходом в аутса аутса украшивает мою жизнь наверное каждый день там мы находим что-то новое что-то интересное каждый день нас происходит разной викторины мне кажется этим жизнь понемногу и украшать мы знаем что ты на первом курсе сейчас за учишься на кого ты поступила я поступила на свободное искусство и науки такой специальный курс получается но это замечательно вернемся к творчеству новые песни новые альбомы концерты чего ждать ну ну как раз таки сейчас мы находимся в том процессе когда у нас сейчас получится есть на изготовке две песни которые скоро уже вот готовится к выходу получается как и клип как и сама песня так что ожидается скоро думаю что аимочка взорвала просто весь кыргызстан своей композиции все равно особенно когда у нас наши футболисты одержали просто шикарнейшую победу я думаю в этом деле твоя твоя заслуга тоже какая-то хотя бы маленькая но есть и вопрос ты когда исполняла гимн какие-то чувства были как вообще предложили тебе исполнить гимн но это было не впервые естественно но было также волнительно как и в первый раз все-таки это было не так там маленьком куда не вместе перед людьми а тут уже на огромный стадион это была очень большая ответственность для меня и честно сказать было очень страшно как бы мне не запороть как бы мне не знаю не ошибиться да это было так страшно мне кажется вот в исполнении своей песни можно забыть слова какие-то как ты поешь гимн для вас зрители кейс чего начиналось творчество как ты нашла в себе потенциал вокалистки певицы то есть это началось с детства какие-то музыкальные образования спонтанно нет детстве я просто был очень таким активным ребенком я любила петь танцевать но как-то родители не так серьезно обращали на это внимание но потом один хороший друг нашей семьи нудин-то ребеков он заметил давайте вашу дочку пойдемте мандакова напить не умеет но потом поучаствовали попробовали и в первом же конкурсе получите заняла первое место родители были удивлены и после этого уже началось что это за конкурс это был конкурс на канале ктрк волшебная страна это не тогда было восемь лет в первый мой проект классно но мы с детства на ноги до многих наши телезрители и вообще весь кыргызстан узнали о тебе именно после проекта на российском телевидении лет не брайна была украина поподробнее об этом проекте планируется ли поездки снова на какие-нибудь такие проекты ну это был такой немного шок для нас когда мы узнали то что мы прошли на этот прошли кастинг мама получается отправила мою анкету за меня все запомнила потом а потом только рассказала мне об этом в один момент мы ехали домой с учебой этом за школу братишки тоже садик школа и вдруг звонок какой-то такой непонятный номер мы таки не могли понять ладно взяли телефон а там вот до сети хотели сказать то что вы прошли его и мама с таким лицом сидела я вроде бы понимаешь что то там случилось но вам они рассказывают вам вроде довольно так значит что-то хорошо после это после разговора мама рассказала было прям приятно да очень приятно честно не ожидала но после первого тура там получается залили видео остальные тары к сожалению не показали но получается прошли до третьего тура к сожалению до конца не получаю к сожалению главное же не победа главного часть о том что наши вокалисты сейчас активно мне кажется просто поднимают кыргызстан с колен рассказы о том что у нас есть прекрасные вокалисты но волна и на украине в россии везде везде сейчас поют я думаю это здорово да но я помню эмоции ивана дорна у него такое лицо было вау да вот после этого проекта может быть в россии кто-то предлагал совместные песни может быть предлагали продюсирование ну были разные предложения но родители как сказать после x-factor я поехала в казахстан и год обучалась там не там пригласили в проект один должны были дебютировать как группа но к сожалению я обратно возвратилась кажется даже к радости не ну мне самой приятней на родине это все равно ощущается когда ты где-то за рубежом где-то в стране начинаешь делать это все равно скучаешь и тяжело мне кажется еще в первую очередь а такой вопрос если кумир может быть или человек который вот мотивирует тебя то что я хочу стать как она или может быть даже как он потому что музыки нет по но таких кумиров мне много потому что ну как сказать это все джесси джей бейонс олежек из получается и много-много разных певиц которых я очень сильно уважаю и получается ну нет такой определенно одной о которой я все время прямо болею мне нравится их творчество и каждый из них по-своему уникально такой вопрос планируется ли обратно поездки в нью-йорк в штаты может быть в другие страны не на поездки планируется даже не только штаты еще в несколько стран получается там пригласили на разные фестивали сейчас это пока ну так под вопросом стоит но и как будет известно и обязательно об этом но примерно есть какая перспектива куда-нибудь уехать дать там какой-нибудь сольный концерт или это пока только фестивали пока только приглашенные страны и так далее ну получается пока из-за того что у меня нету достаточно песен чтобы организовать свой концерт мы сейчас будем это исправлять исправлять а потом возможно уже со следующего года в принципе это возможно будет мы знаем что сейчас идет подготовка к двум клипам когда я сказала примерно может быть для наших поклонников поклонниц какой-нибудь намек какая песня будет в каком направлении ну один проект это будет с певицей джидж получается это будет такой более проект такой как сестры семья более такой теплый нежный даже ну может быть даже гонить прикольный даже там получается второй проект это проект с казахскими друзьями там уже будет более такой романтичный песня про любой что за друзья казахстанские очень интересно но это на столе секреты секреты моих друзьях да мы часто спрашиваем у певцов вокалистов если бы была возможность записать вот абсолютно с любым а исполнителем любого жанра композиции с кем ты хотела бы что записать совместный трек неважно это европа америка живой неживой самый вот с кем это хотелось бы не рианами и лисе просто не за я обожаю ну и сейчас раз уж мы заговорили о песнях может быть вы исполните для наших телезрителей да и для нас антоном композиция какой-нибудь давайте так это песня риан и у фаунда я лудай мангин ла и вы селень сайта сай хаски шару кросс из майн урвите и сын ка манна Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, мне кажется, вот так и нужно разукрашивать серые будни своим голосом. Мне кажется, классно быть, когда хорошо поешь, да? Плохое настроение я сам исполнил, и сразу хорошо. Да, и тем более вообще врачи говорят, что пение оно лечит. И на самом деле спасибо вам большое, что вы излечили нас сегодня с Антоном. Да, действительно замечательное настроение подарили. Ну и свободный микрофон, может быть, вы хотите пожелать для наших телезрителей доброго утра и сказать свои несколько слов. Хорошо. Ну, всем доброго утра. Заряжайтесь энергией на весь день. Всего вам самого хорошего в этот день. Как я слышала про Овнов, сегодня я что-то сотворю. Овен, да пять. 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 Сегодня творите добро. Сделайте сегодня свой день более ярче, так как уже скоро выходные. Всего вам самого наилучшего. Счастья, удачи. Да, спасибо вам за интересные беседы, за классные пожелания и за невероятное исполнение песни. Напомню, у нас в гостях была Аима Илчиева. Ждем от нее новых песен, новых композиций. Интригу ведь мы сохранили. Ну, конечно, потому что огромный, просто вот потенциал большой человека. Я думаю, всего лишь первый курс, всего лишь жизнь только начинается. И впереди, мне кажется, и споет, и с Рианой, и с Сия, и со всеми, и со всеми. Поскольку Кыргызстан страна достаточно молодая, нам всего лишь немного лет пока. И в дальнейшем у нас большие просто перспективы, как у каждого гражданина Кыргызстана.